Моя имя Вилли Уанка Так, а подождите, а пятикюр? Или только милкер? Так, час займет это? С покрытием Так, а еще какие-то опушки есть? А ботокс для вас? Делайте? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok широко прям. И вот у меня раньше ботикс был, сейчас он уже ушел, уже больше года даже прошел. Вот они, может быть, у меня разъехались немного, вот штрафка. Поэтому, может быть, вот здесь подкорректировать, чтобы они поближе были, ну, чуть-чуть там посмотреть, чтобы это эстетично как-то вылетел. Сейчас вот дольку, что у меня там будет. Это вот насчет ширины, и даже внизу тоже добавьте, пожалуйста, и вот где-то на, ну, не знаю, на миллиметр сверху снизу, наверное, не знаю, как это будет. Ну, я прям люблю широкий, и сейчас уже хват смылась, все, вот тоже тогда было. Вот эта вот ширина вам достаточно. Ну, как бы, все равно будем сейчас добавлять где-то, но слишком будет, слишком широкий для вашего лица. Ну, просто мне кажется, она смылась, вот знаете, все, как-то, все, все. Может, могу посмотреть там телефон, чем у меня было до этого, но, в принципе, ему на тот момент мне понравилось, как мы сделали, но чуть-чуть прям слегка еще можно. Еще за счет того, что он смывается с последствиями, они какие-то нитки рисуются. Смотрите, сейчас мне ее все выключить, потому что мне надо рисовать, а потом уже посмотреть еще. Да, 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 хорошо. Это эскиз, он для меня, у вас будет все внутри, то есть внутри контура. Ну, да, да, да. Это вы уже расширили, да, ну, на полмиллиметра, где-то так, да, не на миллиметр? Сильно не советую. Он же все равно смывается как-то, не знаю, ну, прям вот, потом через неделю буквально начинает уже расшириваться. Чуть-чуть понише. Удобно? Угу. 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 Ага, ага. Сейчас больше ничего не придумали. Вот напыление, это в принципе самая такая прогрессивная последний терминка. А вот подтяжкой я бы так вот сделала, вот так если выглядит с этой стороны, не знаю, вот я бы вверх так протянула. Хорошо, но это говорят, нужно прям операцию делать, даже если не операцию, даже под местным наркозом здесь, но все равно там что-то нужно разрисать, разрисать. Я прям боюсь этих наркозов, прям все. Я никогда просто не делала операцию. А делали? Нет. Мне как-то страшно заснуть, а потом не проснешься или там, не знаю, ну, как-то, как-то, побаривайся. Ну, корректором, когда вы будете делать, это не больно, да? Это ж жидкость просто, да? Или вы ее тоже наносите? Нет, добавляем. А, она там ничего скрябать, ничего жидкость, ничего не надо, ага. Там микроблейдинг тоже. Вот такая вот. Я свой первый татуаж, что вообще машинка делала, не знаю, как в нее попало, но мастер, короче, и все. Ну, в принципе, неплохо сделала, но для того времени, 5 лет назад, понимаете, да? Это только потом, год спустя, по-моему, начался вот этот микроблейдинг, волна. Она как-то мне так сделала, что она только хорошими чернилами, синевые у меня, как-то, кого-то не было, что-то, знаете, синюшные татушки, это такое не было. А, вот, теплая, что-то, как-то было. А бывает, я забыла, вот эта волосковая, чтобы и волоски были, и... Микроблейдинг, волоски, волоски плюстини. А, да, а, это и есть микроблейдинг. То есть, щадящих нанесение волосков еще не придумали, да? Наверное, его и нет, да? Волоски вообще не помедлены, потому что те, кто делают, уже приходят на перекрытие, да, или меняют технику. Те, кто настаивает, мы делаем, а на перекрытие приходит и уже на перекрытие делать, потому что призывается очень неплохо. Ну и нет вот этого рассечения кожи, да, из-за этого. Ну, очень интересно, признайте. В принципе, так же и будем делать. Ага. Все одно и то же, да? Угу. Все одно и то же, да? А, не знаю, если есть какой-то человек, который придумывает, а не придумывает. Откуда еще идет-то? Это с каждым годом можно, собственно, это раньше было до 10 назад, фото машинкой делали, таких пигментов, а не студии не было. Сейчас структура развивается, но я имею в виду, есть какое-то определенное имя человека, который придумывает или нет такого, они просто неизвестны по улице. Ну, как знаете? Ну, раньше было как-то ваше структура, индивидуального, как бы, этот человек, этот технику нашел, нет? Ну, я не знаю, кто-то есть, наверное, от кого-то пошел, я не знаю, ну, кто-то придумал именно вот, что микроблейдинг будет, а потом, что вот будет напыление, я не знаю. Это же кому-то в голову пришло, ну, вот пять лет назад мы не знали же, как напыление делать, а я про это, понимаете? У вас не было этих клиентов, у кого там, нет, анафилактический шок там получался от анестезии или, нет, саллоком? Вы вообще слышали, да, что нельзя делать анестезии, что накапливаете вот это все? Слышал такое? Это и клиенты с вами говорят, у кого сахарный диабет, у кого недоконение не приносят, у кого аллергия или нет, а так, что у него такого нет. Слышал такие случаи, что вот вроде нет аллергии, а потом раз, резко случился, там какой-то, не знаю, сильные голодные голодные. Просто мне тоже неудобно. Это уже все, конечный результат? Нет. А, еще два проповеди. А, еще. Сейчас поглажьте. Здесь сверлим какие-то. Угу. Все, все, все. Мне уже нравится. Что вы видите? А вот что-то плохо, да? Сейчас, пожалуйста А видите, мы хлорки жили протираете, да? Как называется? Как называется? Да, там какое-то вещество там есть? Ничего страшного. Да нет, не про страшное, просто для себя. Интересуется. Можете встать, просмотреть. Да, да, да. Что там у меня? Шапка у меня там съехала. Она нужна вообще-то. Ну да, вроде красиво. Да, но красота там жуткая. Широ не надо? Не надо, дальше. Теплым. Закрываем. Вот, поэтому вы, так как находили на территорию, у вас синего. А красота горчачивая? Красота. Это не троплышь. А, да. Красота. Красота. А напыление второе, второе, да, делает. Не снял? Да. Я плакала. У меня есть фотография, я могу показать? Так, ну-ка. Давайте я сейчас сначала добавлю чуть-чуть. Еще пигменты? У меня нет такого, что одна бровь выше другой. У меня бывало такой, я как-то сморфилась, так сморфилась, у меня одна бровь вверх, что-то как-то не знаю. Ну, все это нравится, так сморфилась. Еще шире не надо делать. чуть-чуть лечом мои волосы дальше как они сейчас знаете как анестезии еще цвет не проявится а он больше краснота уйдет он потемнее будет допустим схода короче примерно как вашу но это опять же это все от организма зависит а вот так он воспринял так и мне теперь что делать что сегодня завтра нервистин либо хлоргексидина протирайте чем чаще тем лучше в день три-четыре раза нужно вот мазать в принципе ничего не припадали нас нет вообще категорически но если будет стягивать она с тобой непомфортно поможет вазелин обычный это тоненьким слоем и все окружается не что касался после двух недель уже может пять дней не мочим руками нет рук и вот этим клиникам я вымываюсь мыть аккуратно в прохладной водичке и прям сразу иначе сойдет этот цвет сейчас смотрите сейчас после процедуры отек краснота есть отек краснота пройдет через я закончил перманент мне было сложно перекрыть из-за того что пошла краснота от прошлом нападения не делал коррекцию как так говорит мастер то есть это краснота и от прошлом микроблейтинг немного синяло сейчас вроде постарались сделать все возможное получился неплохо потом краснота уйдет пигмент станет ярче насыщеннее мне нравится я люблю широкие брови мне все устраивает мне все устраивает Продолжение следует... 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 ещё 20 минут ждёшь, пока крем возьмётся. Вот, и я в ближайшее время буду делать себе губы сама. Немного изменённой техники. Будет веерная техника и джоли. По четыре точки. На четыре точки я уже делала, но там ещё немного будет, чтобы у меня больше здесь была такая прокаливный промежуточек. Короче, всё, видите, сами. Дело в том, что я хочу попробовать впервые буквально колоть без анестезии губы. Посмотрим, выдержу ли я. Такой будет челлендж. Самый популярный формат на ютюбе. Челлендж анпакинг. Короче, посмотрим, что из этого выйдет. Очень надеюсь, что всё будет нормально. Я так часто в последнее время слышу бы какие-то анофотические шоки. Наверное, просто я интересуюсь этой инфой, но в любом случае посмотрим. Потому что я изначально, когда я только начала что-то с собой делать, лечить, зубы, например, я была против анестезии, не делала себе даже литокаин ничего. У меня, в принципе, зубы хорошие от природы. Потому что я их в первую очередь чищу. Чищу я их часто. Вот. И поэтому, в принципе, когда уже мне уже ближе к, не знаю, подростковым возрастом у меня начался, наверное, туда. У меня первые какие-то потребности были, чтобы поставить пломбу. Вот. И я ничего не делала вообще. Просто наживую сверлила, ставили пломбы и все прочее. Когда удаляли зуб мудрости, у меня имел, например, полностью рот, я не могла говорить. Это странное ощущение, оно отдает тебе прямо в мозг, тебя это пугает, на самом деле. Есть когда люди говорят, что у них не взялась анестезии, и она взялась после, через два часа, а потом человек стал задыхаться, у него начался анефалтический шок и все прочее. Это еще вообще, это вообще жуть какая-то, то есть я с тобой рядом никого нету и все прочее. Поэтому тех, кого есть, подозрения, что у вас есть какая-то аллергия, например, у меня раньше была пищевая аллергия, а нет, не пищевая, у меня была раньше сезонная аллергия, поэтому, в принципе, у аллергиков может быть какая-то неправильная реакция плохая, как плохая, то есть летально исходно так себе ситуация, поэтому если вы дорожите своей жизнью, попробуйте потерпеть, не делайте зубы, если с обезболиванием, если вы можете вытерпеть эту боль, а в принципе ее можно вытерпеть. у меня было такое дело, что у меня была такая ситуация, когда у меня на лбу выскочила какая-то фигня, непонятно, тоже в подростковом возрасте, и я пришла к доктору, к хирургу, к косметологию, и сказала, говорю, выверните мне, пожалуйста, вот, она сказала, да, это, наверное, будет жировик, не знаю, около линии роста волос, говорит, сейчас будем колоть анестезию, а у меня такое вообще, ну, восприятие всего этого, что я не хотела делать себе уколу-колу, то есть для меня уколу-колу было жутким чем-то тогда, в то время, поэтому уколы в губ я не боюсь совершенно, а вот левые какие-то уколы тогда для меня воспринимались как что-то такое не очень нормальное, и на самом деле это сохраняет тебя от негативных последствий, то есть, в принципе, это как вот твой организм, твоя жизнь, твой ангел-хранитель, вселенная, бог, что угодно, короче, не подпускаю твою жизнь что-то, это значит, что это значит, что так должно быть, поэтому прислушайтесь к себе, к своей вселенной и вообще к миру, посмотрите и знаки расшифровывайте, поэтому это подсказка чит чит код такой, вот, и он мне ничего не вколол, говорит, точно будешь терпеть, я говорю, да, и я в легкую вытерпела, врач вот так на меня с огромными выпившими глазами, смотрела, такой, ничего себе, ну ты герой, действительно, я, говорит, даже не думала, что ты выдержишь, я вообще спокойно лежала, он мне вырезал скальпелем вот эту вот штучку какую-то, но в принципе глубоко было, она где-то на около сантиметра глубину, как будто бы, я не знаю, вот примерно так, она с каким-то еще там корнями-не-корнями, как мне кажется сейчас, вот, в любом случае, когда вас скальпелем на живую режут, я думаю, все почувствуют, но дело в том, что я точно знала, я не хочу анастезии, у меня как-то так психик сработало, что я все выдержала, поэтому, в принципе, не драматизируйте, боль можно терпеть, когда уже у вас не первый раз, тем более, процедура, вы лучше обезопасите себя, чтобы, даже если у вас нету аллергии, вроде бы как, лучше не нужно рисковать, особенно, когда, если вы там, как я, например, один себе сидите там, что вы делаете, вказываете или еще что-то, например, рядом бывает, никого нет, я, например, там последнюю свою процедуру делала в туще тоже, короче, самую первую процедуру я делала, когда, именно самостоятельно, когда кто-то был рядом, естественно, но человек, как бы, не знал о том, что я это делаю, просто рядом, у меня были люди, да, вот, 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 когда вторую, третью, там, я помню, второй, третий раз я в кого была, никого не было вообще, в принципе, слышит что-то, вот, поэтому не надо нагнетать, и, но просто примитесь к факту, для сведения, что лучше обезопасить себя, свою жизнь, и детей тоже своих приучаются к тому, что, в принципе, боль можно терпеть, в принципе, даже не все знают, что боль можно обезболивать, например, в детстве, ты же не знаешь, а если тебе только доктор не скажет, или родители, да, поэтому, короче, попробуйте, это будет ваш личный челлендж, и я посмотрю, выдержу ли я свой челлендж, который я себе поставил, посмотрим потом, вот, я, короче, очень довольна своими бровями, потом, сделаю еще голову, сделаю себе опять ресницы, впоследствии, я сегодня была в салоне красоты, идет с после обеда до ночи, это ужас какой-то, и кто говорит, что быть красивой, это не работа, это еще какая работа, это просто пипец, это ежедневная работа, это постоянно, какие-то диеты, ограничения, все прочее, ты не ешь постоянно какие-то булки, шоколадки, чипсы, все, что ты, казалось бы, хочешь, да, ну, как бы, типа, хочешь, вроде бы я, слава бог, чипсов не хочу, и постоянно с шоколадок я тоже не хочу, но все равно, это я себя так приучила, что я отучила себя отжора, и у меня резко улучшилось состояние кожи, у меня, если где-то там был какой-то целлюлит, у меня это ушло, и я очень рада, я буду дальше продолжать, и у меня вообще состояние кожи улучшилось, я одно время просто ела, много всего вредного, и, короче, сейчас, ну, все, как бы, кожа так подтягивается, хорошо, еще коллаген, я ведь, он обрабатывается, что такое, поэтому, спорт, правильное питание, правильный питьевой режим, и чистое питание, это вот наше все, еще занятия сексом, конечно, они веселят, как эти, занятия сексом, дает бодрость, и какую-то чистоту сознания, и тебе нравится жить, тебе кайфово что-то делать, и, короче, все кажется классным, потому что, это и физическая активность, это и любовь, это и разные вырубки, разных гормонов, гормоны счастья, окситоцин, там, мелатиламин, всякое-всякое, поэтому, надо любить себя, своего любимого человека рядом, и не нужно обижать тех, кто любит тебя, и нужно всегда относиться к другим так, как относятся к тебе, и как хотел бы ты, чтобы относились к тебе, и рвать отношения с теми, кто плохо к вам относится, это первое правило, залога здоровых отношений, поэтому не нужно загонять себя в гроб и в депрессию, а именно нездоровые отношения, которые рушат вашу личность, они там построены, чтобы уничтожить вашу персоналити, поэтому, уважайте себя, и любите, цените, и все будет хорошо, Встретимся в следующих включениях в моем логе, и в следующих включениях,